привет други мои прошла неделя сегодня пятница сумасшедшая неделя очень был занят на работе очень был на работе 1 12 ночи домой пришел вчера 7 в общем вся неделя сумасшедшая я 2 просто не ходил просто мне хватало только до дома дайте сил вот сегодня вот пораньше ушел с обеда пятницу чтобы добить я у планов на самом деле море нужно сделать проводку яви нужно с машины поковыряться и минск 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 и надо собирать минск не разорваться не разорваться ну посмотрим что получится да не забываем про яндекс дэн кто еще не подписался прошу подписываться и смотреть пожалуйста потому что джен помаленьку растет и люди смотрят ну хотелось бы больше пришел патрубок на мою машину get gets до новый новый надо будет поставить мою заклеенный удачно удачно заклеенный так скажем ходит никаких проблем нет патрубок вышел 4 500 был еще патриот за 3 200 но я постеснялся брать патриот хотя говорят ходит это я брал через сков 4 500 а в нашем магазине 5 700 вообще просто цены просто космос просто космос и пришла дверь моя на с брянска приехал дверь дверь в изюме есть ручки небольшие вообще не критичные до их надо будет при покраске просто так не вмятинки ничего красота опять растраты надо отдавать красить не знаю сколько будут просить но красно машину надо к зиме как-то мне золотать а то он изгнивется насквозь планов много работ толком не дает ничего делать надо и машина надо и сарайку по дрова поставить еще от youtube и мопеды но мотоциклы не знаю как это все будет но чем они бы ладно сейчас мы разберемся с проводка я думаю не так много проводка родная стоит ничего и нету нам просто надо подключиться к замку к лампочке зарядки и чтобы это все работало вот у меня уже куплен на двери рюки для этих целей эти контактных и диодных мостов три штуки надо один так схвачен на всякий случай сейчас мы все скинем вот это все родное да все рюхи вот эти мы поскидываем поставим туда прикрутим коммутатор двери рюки туда поставим проведем новые провода на замок на лампочку и попробуем все допустить посмотреть как работает вы можете проедем маленькая вина и ездил 300 лет все ребята сейчас разбираем и собираем так ну что тут очень много лишних проводов вот она тут еще не надо я по выключаю вот их за кишечка загнивши ох как даже не вытянуть обрезать я не буду фишки вдруг она пригодится что-нибудь но рюхи я сниму рюхи я сниму посмотрим что отсюда нам может пригодиться сейчас мы все подкручиваем лишнее вот помаленьку разбираем наложенную шайф промежуточных может так заводы должно быть вот а может уже наставлен у самих надо будет спаять схемку да вот эти рюшки все диодным мостом все это дело надо будет собрать аккуратно у меня только нету этой термоусадки но чем придумают последняя рюшка вот все отключаем все это не надо это все у нас никакой роли не имеет теперь это все лишнее лишнее ну вот как то так может быть было конечно бы лучше поставить 12 вольтовых сжигания но это более проблемно чем сады цены и проще конечно намного проще и понятнее а если еще ездить аккумулятором то разницы по свету практически нет никакой так надо нам как-то в эту косу протянуть ну по сути мы можем фишка странно как плавлено переплавлено вот этот надо протянуть сюда отсюда нам только надо один провод лампочки нейтралки по сути все это вот штука весь пук по сути можно убирать убирать вот ладно сейчас мы тут все лишнее по убираем оставим только то что нам надо так ну что вытянул я эту косу ничего и тут отрезать не стал я просто отрезал три провода только вот это правый левый контакт и белый это масса да вот при желании можно вот так три проводка соединить просто спаясь и поставить все на место да представить например династии артил мотор тут я тоже вытащил вот с этой спешки спешки вытащил провода на реле зарядку зарядки наплевался конечно фишка сделан такая что провод не вывалится ни за что на связь вот и вот это у нас как бы все лишь к лишь к тут что-то тоже такое все сделан так сумбурно сумбурно все сделан вот это мы права вот эти два провода мы заменим на вот эти черный коричневый которые шли на контакты мы поставим на бобину бобина стоит двухконтактная коммутатор стоит по моему то ли альфовский то ли чей-то в общем такой гибрид собран гибрид 4 так на 2 так на непонятно что но работает ну она в принципе и должно работать потому что принцип он там практически одинаковый сейчас мы немножко облагородим вот этот пук выведем его вот сюда в дырочку протянем туда провод это вот провод нейтралки на лягушку ну и тогда полезем дебри следующие будем подключать сейчас это надо все как-то у вот сюда вывести все это облагородить но я думаю она и так влезет туда в дырочку фишка подплавленная и выведет туда она вылезет так ну что все вылезла все благополучно вылезла единственная плохо у меня термоусадки нет но я может ее свеже куплю и тут мне не нравится вот это вот но как бы нет термоусадки надо здесь сделать как-то покомпактней покомпактней совсем тут как-то все некрасиво сделан вот как-то все слишком ульгарно да все оторвем потому что много лишнего я смотрю сейчас мы это как-то по культур не сделаем да и как тут вот сюда наверно под крышу то это место рюшку рюшку поставим вот сюда с массой да а тут как-то тут совсем совсем по-деревенски как в общем я все оторвал сейчас будем все сделано переделывать чтобы переделать сейчас надо ехать за дочкой и заодно я заеду куплю термоусадку чтобы на все это дело облагородить и все дело припаяем вот так а потом уже начнем подключаться к бортовой системе так ну что нам еще надо как-то разместить сюда диодный мост и дивер илюшечки до пятиконтактных чтобы у нас работала замок работал они без этих без креплений я я я я нету железок а почему один палец прищемел и второй палец прищемел этой штукой но притянем их стяжкой плохо что нет я думал прикручу на болт нам надо поставить диодный мост и дверь илюшечки вот так еще коммутатор и регулятор вот сюда надо собрать о как-то так так ну что други мои лепим лепим купил съездил я термином усадки припаял я коммутатор вот эти три провода на искру датчик холла и датчик индукции катушка зажигания генератора масса на и на бобину вот я взял коричневый провод вот он пошел на новин также от массы взял еще массу припаял она нам пригодится еще для всяких масс подключим ее и желтый белый генераторные провода таковые цветовые и вывел вот где мамы на вот сюда на реле вставим и два с них вывел на диодный мост отсюда пойдет плюс и минус на реле лампочку зарядки то бишь когда генератор работает сюда идет переменный ток отсюда выходит плюс минус плюс минус на реле реле срабатывает и отключает лампочку зарядки когда генератор останавливается ток пропадает релеха отщелкивается и лампочка горит вот значит так осталось сейчас мы будем паять глушилка и рлюхи подключим сюда выведем плюс туда аккумуляторный по сути вся система она будет здесь нам только от этого реле выйдет один плюс на аккумулятор и мы его смотаем с замковым проводом да и вся проводка должна работать вот это плюс который идет с аккумулятора на замок мы его просто соединяем с красным с реле и у нас идет и зарядка и мотоцикл будет светиться и сверкаться от генератора если без аккумулятора единственно это у нас провод идет лампочка зарядки мы его подключим на реле я все там покажу схему я скинул которую я скачал своровал от одного мотоциклиста сюда мы на черный провод второй который 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 на бобину был на я ли мы подключим нашу массу которая будет замаз замаз за массе на вот это моста родная она будет от аккумулятора который идет с рамы она идет масса на реле идет масса на реле на разъем идет она пойдет масса на коммутатор и с нее же пойдет масса на бобину в общем я все спаяю все подробно расскажу и будет у нас тут все культурно красиво и чинно спаяю в общем дальше появлю дальше искра есть я проверил провод приварил припаял коммутатор посмотрел искру искра есть мелкая вшивая как обычно но есть появим дальше сейчас пропаиваем реле и занимаемся замком на жигание ну чё други мои полдесятого видео не интересная до небольшое потому что больше приходилось мне боять до боять вот так вот получилось это два провода на кнопку чтобы заводить без аккумулятора без аккумулятора чтобы заводить их когда соединишь будет работать замок все дела когда их разъединишь замок не будет работать будет глушиться от этой штукой вообще система предназначена чтобы работать от аккумулятора от аккумулятора релюхи коммутатор диодный мост вот там я прикрутил все я приколхозил вот кнопочку надо вот сюда внедрить какую-нибудь вот с этой стороны вот так аккуратненько я можно было чтобы включить это у нас нейтралка на лягушку поставим вилки нет у автомата здесь у нас это плюс на аккумулятор это масса минус осталось разобраться просто распиновкой лампочка шман . проверить замок сегодня я не буду уже не хочу и подключить вот у нас идет на катушку плюс надо пустить его через ручку через ручку вот так чтобы работала вот эта штука вот тут в основном все меня не знают рабочий ли диодный мост вот релюхи я подключил по схеме схему я ставлю которую нашел в интернете реле регулятор подключен тоже ставлю схемку по стандарту коммутатор все по стандарту ничего не не я все картинки скину распиновки но они в свободном доступе везде их можно найти вот только там на схеме будет трехфазный выпрямитель но здесь двухфазный здесь вот так скажем белый и желтый провод поставлен на друг друг против друга а это минус и плюс и 1 моста выходят они идут на релюху которые ну они будут давать топ переменной а выходить будет постоянный надеюсь что будет все работать если я все правильно понимаю это релюха насчет лампочка зарядки она подключается вот это этот провод до 12 вольтовая схема оказывается она проще чем 6 вольтовая все вольтовая там надо переделывать лампочку зарядки там что-то не так маленькая не помню точно а это туда вообще лезть не надо тут все все провода сюда приходит и тут все можно прям тут все подключаешь и все работает так патят по теории да по математике вроде все правильно как это будет на самом деле будем смотреть завтра может чем-то я не прав но как бы так важно все работать работать выходит все все сюда и лампочка зарядки выходят и выходит плюсовой провод вот это вот лампочка зарядки у нас выходит вот это уходит плюс замка синий это на плюс замка ну с аккумулятора стандартный провод мы его соединяем с плюсом от реле регулятора чтобы была зарядка да и чтобы вся бортовая сесть работала от генератора как-то так как-то так но бобина конечно стоит но не то бобина я думаю но работала же до бобина надо ставить вес кутерских работала раз работала пусть работает я завтра надо подключить фонари проверить хотя бы до работу замка это у нас тут аккумуляторные провода вот потом найти выход на реле поворотов показать куда его подключать чтобы моргали поворот и разобраться тут с лампочками куда какая попробовать подключать все пару посмотреть ну должно что работать потому что проводка я смотрю здесь стандартная стоит и как это лишь не провода что тут непонятно что то вот это вот что вот это куда это но это повороты желтые и зеленые это повороты синий не знаю это тут на бельмешан на бельмешан надо разбираться непонятно ручка вроде все подключен а вот тут на бельмешан до пару как бы все идет а тут непонятно не будем разбираться на повороте да это тут намудрен ладно разберемся разберемся замок как бы я пробовал работает так прозванивал посмотрим ну и все сразу сколько время заняло да где-то три начал пол третьего я начал ну час наверное я был уехал сейчас меня не был ну час ходил домой поел и полдесят много времени тут много времени занимают этот проводка пайка ладно все до новых встреч подписываемся на дзен кто смотрит пирас на рутуб все видео мои скидываются все скидываются 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 больше мне как бы пока рассказать нечего завтра надо быстренько закончить с явой поковыряться маленько с машиной мне надо поменять патрубок и задолбала меня это хломотня сзади что-то брякает то ли саленблок то ли что я ничего делать не буду пока не сделаю машину штук этот меня просто уже выбешивает все куплен только надо разобрать собрать ну и будем начинать минск что уже все уже больше оттягивать некуда все ребята до новых встреч а